приветствую друзья с вами Эдуард Волков и 61 день мой поста на соках то есть я пью кроме соков еще молочко и разные другие жидкости сегодня 59 день заканчивается и я вам хочу рассказать всю историю о постах то есть не надо сравнивать пост с голодовкой голодовка это в принципе как бы чувствовать чувство голода то испытывать чувство голода пост так не должно быть то есть человек не должен голодать на на посту пост это движение осознанно и те кто делает пост и чувствует голод они голодают то есть это так или иначе это уже не пост пост это действие осознанно то есть не сразу все это происходит и все как бы сразу можно так вот входить в пост то есть мое путешествие уже продолжается больше двадцати лет именно поста на соках до этого я еще разные эксперименты проводил но там того не ел того не ел такую диету всякую диету разные в жизни ситуации были но и от вегетарианство диапазон до полностью мясной диеты когда занимался физически сильно много вот поэтому я вот сейчас вопросы появляются о том как вот я хочу там тоже стоило бы мне тоже заняться собой там вес бросить ну вот на тех что в принципе там всегда начинать нужно с малого но когда начинаешь пробуешь и чувствуешь что это тебе интересно нужно делать большую стратегию то есть сразу никогда ничего не получается можно это сделать силу воли собрать и сделать никто не мешает если врачи не запрещают вот но лучше всего делать по чуть-чуть потихонечку то есть не переходить никогда зону риска то есть голодовка она всегда связана с тем что человек сбрасывает вес у него какие-то стрессовые ситуации возникают и он начинает ну задумываться эмоциональный дискомфорт ощущает в состоянии поста такого дискомфорта не возникает то есть это уже нормальное состояние во-первых пост это не голодовка существует определенное количество соках естественных питательных веществ которые организм получает и он абсолютно не голодает в этот момент он продолжает свою жизнедеятельность без истерик без это самое каких-то каких-то стрессов да будем говорить вот это постепенное приучание организма один раз в неделю сочек попил или там чай постоянно пьешь на жидкости то есть приучается к тому что ничего страшного не происходит то есть человек может таким образом существовать свободно и очень долго эти 60 дней которые на посту это знаете как бы как один миг пролетела и уже не замечаю мне даже странно думать о том что я там любимый шашлычок возьму и буду есть я уже забыл как это делается так очень интересно но главное это понимаете время идет мы как бы не молодеем а с рождения стареем вот и поэтому нужно думать и хорошо если было бы если бы за нас думали да такие медики ученые там какие-то которые бы нам подсказывали как нас рождение питаться жить вообще как гигиену питания соблюдать но к сожалению у нас все завязано на бизнесе и сейчас нас кормят таблетками усиленно от всего но это помогает это знаете такой же процент как и естественный способ это бы прошло там много на самом внушении много плацебо всякие эти и бупромы есть вещи которые выключают сенсоры которые сигнализируют человек у тебя в организме что-то случилось плохо головная боль это загрязнение отравление какое-то каким-то образом происшедшие головной боль снимают отравление это не снимают изжога вот особое внимание на изжогу то есть вот что такое изжога это говорят там кислотность какая-то повышенная понижена все нет нормальном состоянии желчь и желчного пузыря выделяется определенная это жидкость желчи которая помогает пищеварению и если она выделяет и в больших количествах то происходит начинать печь в горле то есть вот это изжога жжение если еще больше в количествах она выделится тогда уже появляется рвота то есть такое и примерно всегда когда маленькие посты делал у меня и соответственно меньше соков больше воды на воде сидел сразу да почти что или по трех-пяти днях тогда на 12 день примерно у меня не раз было так что желчь просто из того что ничего в желудке ничего нет и она начинается питаться из жировых прослоек тела организм начинает желчи вся выплескивалась прямо тут и вот когда она выплескалась тогда рвота возникала и специально брал и вот вызывал эту рвоту еще специально чтобы до глубины все выбрать оттуда понимаете такое было очень зеленое вещество что такое желчь желчь это очень горькая штука горечь сама и вот она вымывалась 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 которого кишечник попала и я посмотрел на это я просто ужаснулся что это такое хотя это для организма вещь полезная в маленьких дозах она выбрасывается и стимулирует пищеварение можно пищеварение стимулировать специями различными что у нас очень мало употребляется острого там разных специй у нас очень мало по сравнению с югами теме азии до юго-восточной восточной азии поэтому желчь у нас больше работает и в любом случае она выплескивается есть вопрос был там что желчные камни как если есть желчные камни как же поститься как же не страшно ли это вы знаете что страшно страшно не то что камни начинают будут начинать вылезать и человек будет испытывать боль и дискомфорт они высыпятся в конце концов и человек освободиться от этого вот страшно то что отравление кишечника происходит я вот еще давно не пугал вас я вам просто покажу что такое кишечник что такое кишечник здоровый что такое кишечник нормального человека обычного человека который каждый день ходит на работу вот смотрите вот это кишечник абсолютно здоровый чистый даже очень странно какой-то чистый промытый видимо это сама вот это уже кишечник вот это нормальный человек вот представьте после 25-30 лет у 60 70 процентов населения вот такой грязноватый уже кишечник там на стенках вот эти всякая гадость остается это все всасывается отсюда головные боли отсюда отравления вот он такой крась это уже это уже люди вот человеку 45 лет и вот представьте в 45 лет вот у него помойка такая из из всего из всего это уже больной человек это в 65 уже человек который к постели прикован он уже ходить не может у него все уже весь организм работает на одном из дыхание это чернота вот это вся вот эта канализация а вот посмотрите вот это каловый камень вот это вот таких вот штучек в к у каждого кто и кого есть живот от 3 до 30 килограммов вытаскивают и у таких штучек и они там прилипли и лежат это все вся масса растягивающаяся желудка вот а можно было бы хороший иметь вот такой чистенький и понимаете вот вот это то главное во всех этих иммунодефицитах вирусах иммунодефицит это что такое это не отравленный организм любой организм нормальный любой даже магазинную пищу потребляя которую говорят что она плохая там соки типа нельзя употреблять магазины на соках сеть да все это чепуха лучше конечно свежий никто не спорит но эти магазины они для здорового организма все все он переварит он с удовольствием все это съест и разложит на атомы и ничего никаких последствий не будет если там в это в эти продукты какой-то токсин не заложить а нормальная вся эта еда она нормально пройдет только нельзя постоянно много запихивать туда это раз это как бы для гигиена такая да а люди приходят кушают я вот устал много кушать ничего делать кушает 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 кушаешь какой два три раза в день покушал два раза пока к если один раз в день все у тебя уже отравление там есть у тебя тот кишечник которыми я показывал тебя такой же и потом я со своими тоже экспериментами что же постоянно постоянно это делать не обращал внимание никогда на кишечник то есть вот 10 лет как я решил себе отрастить животик то есть расслабился полностью все мышцы там такой на люди и кушаю шашлычки там все люблю покушать люблю ну и что буду кушать и дальше наверное может быть если мне не понравится такая диета вот но смысл в том что любишь кататься любви саночки водить хочешь быть здоровым но ты извини меня должен каким-то образом эти же посты соблюдать то что нам раз в год религиозный под пост предлагают и даже просто показано пример вот человек смотри нужно все-таки иногда это делать раз в год и вот я 60 дней вот то что вы видели там в фильме ки в этом у меня внутри вот это выходит почти каждый день вот это все которое не плавает уже которая тонет она уже камень и они вот это все выходит и выходит из живота который надулся как эти и за раз растянутых кишок потом приходится хорошо у меня есть кому вот потоптаться смотрите вот чё придумал то есть простой выход то есть смотрю плохо выходят выходит камень выходит из кишечника и вот пожалуйста вот и и и и и и и и Вот так вот, так приходится. И вы знаете, что после этих, что происходит после вот такого массажа, вот это топтание по тебе, ты нормально на следующий день, если не сейчас, идёшь обратно же в туалет. То есть не просто так, то есть нужно, я в день выпиваю 4 литра примерно и молока, и этих соков, и отвар из буряков ещё варю, мешаю с томатным соком, соли добавляю, сахара по вкусу, разные такие миксы. Других соков почти не употребляю. И это всё я мешаю, это в больших количествах, да, в туалет чаще бегать приходится. Да, в этот момент, когда выводится вот это всё, это необходимо просто, да, утром вставать, и в ночью приходится вставать, потому что много пью. Но зато, если я иду в туалет, то там из меня столько вот этого всё выходит, что просто-напросто душа радуется, вам скажу так честно. Просто смотришь, что ты в себе носишь и удивляешься. То есть отсюда уже, отсюда уже идёт то, что сейчас называется иммунитет. То есть если чистый кишечник и ничем человек себя не травит, а нормально питается, он здоров. Он обязательно будет здоров. Здесь ещё есть аспект психология, энергетика так называемая. Но, понимаете, это в нашей науке не преподается, это не исследуется. Там есть энергия какая-то, тело на уровне клеточном, потому что от этого некуда деваться. Люди понимают, что вырабатываем мы тепло, теплоэлектростанции. Но с тонкими энергиями никто практически из современных учёных, западных не работает. Они там пытаются сейчас энергию мысли, передачу мыслей делать. Так что это там, это уже не антинаучное, или наука впереди будущего. Хотя она у нас сзади, вот там эта наука, посмотрите всю Индию, весь Индостан, который 10 тысяч лет назад эти науки ещё там уже существовали. Но это уже повторно. Да, психология играет огромное значение. То есть стресс, страх, он отбирает энергию. Это ещё один из показателей трёх составляющих. Дыхание, чистота, гигиена кишечника и психология. То есть то, что у нас лишает нас сил, энергии нас лишает. Потому что мы существа энергетические. Вот картинку покажу. Вот она, картиночка. Вот можно ли увидеть так человека? Нет. У учёных нет инструментов, чтобы видеть такие сцены на разных уровнях, как разные эмоции манифестируются. Эмоции – это вполне физическая величина. Это вполне волновая активность, которая исходит из нас, приходит, содействует тела между собой, воздействует. То есть это всё реальность, физическая реальность. Потому что когда мы после стресса теряем силу, я кажется, ой, что-то нам плохо было. Или когда я смотрю, наблюдаю, как собачка в угол кота загнала, он встал такой. И так, фу, весь шерсть поднялась, стоит, пять минут стоит, а я мальчишкой наблюдаю. Потом собака смотрит, уже всё. Кот стоит такой весь в это самое. Она отошла, а кот бух и упал, сознание потерял. Просто у него ушла вся энергия от страха, от ужаса быть съеденным. А у человека этот страх и ужас назвали стрессом. То есть не ужас ещё, но такой серый, липкий, привычный страх. Это тоже важно. Но кишечник-то… Но мы можем не знать о психологиях, не разбираться, не видеть своих эмоций, можем не замечать этого всего. Но мы же можем следить за своим питанием, за своим кишечником, чтобы чистым его соблюдать, держать его в порядке. Как мы руки моем, мы же не ходим папуасами чёрными или в грязи, как чукчи. Чукчи, ничего не хочу сказать о них плохого. Чукчи – это японцы. И вообще самураи настоящие, которых опустили, опустила цивилизация, потому что они хотели жить, покоряться. Жили так и живут в свой нормальный способ, как и предки жили. И они счастливы по-своему. А мы что, что, хуже что ли? Почему мы внутри грязь нашу можем разводить и спокойно, не видно никому? Это что такое, это самое ханжество какое-то, это какая-то провинциальность, да? То есть никто не видит, и всё нормально. Оделись красиво, всё, понты, мерседес под задницу, и всё окей. А внутри вот это говнище, вот это всё чёрное, то, что я вам показывал в самом начале, оно остаётся, и оно продолжается. А потом люди немощные лежат в коечках, и дети должны их смотреть. Вместо того, чтобы оставаться нормальным человеком, даже физически не стоит. Там спорты какие-то заниматься, всё это ерунда. Достаточно нормального, естественного хождения каждый день. Естественно, хорошо бы гимнастику делать, растягиваться каждый день. Молодость – это гибкость, твёрдость – это уже старость. Так вот, развивая гибкость, достаточно это, достаточно для того, чтобы тело как можно дольше оставалось молодым. Будем проверять на собственном опыте, потому что мы на йогов этих не смотрим, потому что они где-то там, в чёрно-грязной Индии. А это первая система здравоохранения вообще на планете Земля. То есть какие-то высокие люди, там богатые люди или знатные люди начали заниматься этим, потому что это искусство оздоровления тела. Держать несколько часов в день, потянуть мышцы себе, растянуться, всё хорошо. Раз это самое, сделать какие-то движения, с дыханием всё гармонизировать. Вот и всё. И вот это так, ритм жизни, такая гигиена. Как психологическое успокоение, так же и можно этот кишечник. Вот дыхание, кишечник и психика – это три главные составляющие. И теперь давайте посмотрим на примере вируса, который пришёл сейчас, который, говорят, там больше в 10 раз в Штатах, чем от гриппа, умирают от вируса этого. Давайте посмотрим, что, собственно, происходит, почему в странах, в одних странах люди умирают, а в других вроде и нет. Почему в Америке много, в Британии много людей мрут, в Италии, в Испании, а на Востоке нет? Что там, медицина хуже или, так как говорят, что там проверяют меньше? Да нет, извините меня, в Китае ещё может поспорить, какая европейская страна подтянется уровню медицины китайской. Был столько раз в Китае и видел, что там аптеки, какие там аптеки. И старые сохранились, своё китайское, и эти новые аптеки. Это ещё когда было? Ещё 20 лет назад и 10 лет назад. В общем, понимаете, нельзя говорить, что тестирование от тестирования зависит. Вот почему в Бразилии большое, в Америке большое, в Италии большой процент смертности. Давайте посмотрим, просто для примера. Вот у нас Китай. Умерло 4,5 тысячи. Дальше смотрим. Вот у нас Бразилия. 30 тысяч умерло. Это за всё это время, это на сегодняшнее. Соединённые Штаты Америки 107 тысяч. Так, у нас Корея. 371 тысяча. Я что-то не верю. Это, по-моему, у них не та самая. А, это весь мир. Кореи не вижу. Нету в Корее, не вижу. Так, у нас тогда идёт дальше кто идёт. Япония, восточная страна, 892 случая, окей. Теперь у нас идёт Великобритания. Почти 40 тысяч смертей. Разница. Италия, 33 тысячи. Франция, 28 тысяч, почти 29. Испания, 27 тысяч. Польша, тысяча. Хорошо, что у нас дальше? Индия, 5 тысяч, 5,5 тысяч. Россия, примерно как Индия, 5, чуть меньше, 5 тысяч. Вот представьте себе, что, почему, почему, таким образом, такая дисбаланс. Что там, а почему люди умирают? Почему на Востоке меньше умирают, а на Западе умирают? Может, кушают что-то не то? Может, у них эмоциональность играет? Да, японцы сдержанные, китайцы сдержанные, ася-ся, мася-ся, индийцы все такие, эти сам, всё, сдержанность есть какая-то. Те бразильцы эмоционально умирают в США. Что там, сдержанность какая-то? Вроде свобода, слово, всё непонятно. Ладно, давайте посмотрим. Может, кушают по-другому? Япония и США, они вроде нормально, технологии развитые у них, всё, они хорошо, но в США пластика много, вот эти гамбургеры все, а в Японии там морепродукты кругом, и они кушают свежие продукты. В основном, это же островное государство, там вся сеть развита, они свежие морепродукты кушают, если даже у них и мясо тоже в морозилках лежит. Индию посмотрим, там вегетарианцы 95% не считая мусульман и христиан местных. Почти там вегетарианцы, они раз в неделю могут, ещё там 5% курочку могут скушать в сельской местности. То есть вегетарианство не подпадает полностью, это самое, только высокие касты полностью сидят на растительном пище. Вот, а некоторые из себя могут подпадать, но они, большинство вегетарианцев, и они тоже едят свежие. То есть у них, хоть пришёл этот капитализм со всеми этими химикатами, да, удобрениями, но они кушают свежую пищу, у них холодильников не особо развит. И вот смотрим, Россия, ну что, у нас же кушают, по примеру, примерно Соединённых Штатов. Но не думайте, что абсолютно так. Потому что там далеко ушли, там химии столько много, что, ну, будем говорить так, на 30% больше, чем в России сейчас. Но разница-то огромная между уровнем российским и уровнем американским в смертности людей. Давайте тогда посмотрим, что происходит, почему. А может быть, может быть, от медицины зависит? Давайте смотреть. Так вот, в США, если взять всю Европу, вернее, весь западный мир, Европу и США, и с остальным миром, так вот, там потребление лекарств в десятки раз больше, чем во всём мире. Вот. И, возможно, вот этот момент и играет главную роль, когда изжогу тебе дают лекарства от изжоги, от секса, от запора, от кишечника, от всего, от головной боли, от усталости, от этого самого тебе надают этих лекарств. И что происходит? Изжога. То есть, желудок стоит, энергетические проблемы желудка, батарейку бы сюда вставить, чтобы он всё это пережмакал быстрее, но нет. Дальше. Кидают таблетку, она убивает эту желчь, да, нейтрализирует её, то есть, перестаёт кислотность уменьшать. Всё. А что, проблемы решили? Что кишечник заработал? Нет, он стоит. Дальше идёт уже проблемы с этим, язвой желудка, потому что застаивание пищи, гнение в желудке, и там могут язвы образовываться. Всё. Вот это вся медицина. Так вот, самая главная, большая проблема, это большое бесконтрольное употребление лекарственных средств. И ещё одно самое главное, толстость. Вот этот кишечник забитый человеческий. Вот этим всем, всей гадостью. И он чёрный. Ещё раз вам показать. Я напоследок вам просто на прощание покажу это, всю эту красоту. Попрощаюсь с вами. А вы смотрите, от чего умирают от коронавируса люди. Почему у них такой херовый иммунитет? До завтра. Опять же, красивый, чистый кишечник. Вообще просто изумительный. Это у нормального человека. Это смотри нормальный человек, которому от 25-30 и до 50. Смотри на свой кишечник, что там есть. Вот эти, на стенках, вот эта вся гадость. Когда она остаётся и обрастает, обрастает, обрастает потихонечку. А вот смотри, вот 45-летний. Вот так у тебя, когда у тебя живот уже огромный. Вот это у тебя клоака, вот эта вся канализация. Это у тебя там внутри. 65 лет ты уже лежишь. Ещё жалуешься, что пенсию не будешь получать, потому что не доживают люди. С чего они будут доживать-то, если такой мусорник внутри.